Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать 20 главу этой книги. «Давид убежал из Нафафа в раме, и пришел и сказал Иенофану, что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей». Действительно, бывает очень трудно объяснить, почему один человек проявляет неприязнь к другому человеку. Если, как казалось бы, нет для этого никакого основания. Но такое происходит в жизни людей. И, скорее всего, это какая-то бесовщина, когда дьявол забавляется тем, что сталкивает одного человека с другим. Поэтому вопрос Давида, что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей, он является естественным таким возмущением, когда он пытается понять, а почему все это происходит. «И сказал ему Иенофан, нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Здесь Иенофан обращает внимание Давида на то, что его отец Саул всецело ему доверяет и не делает никакого дела, не открыв его своему сыну. Скорее всего, это связано с тем, что царь Саул имел Иенофана в виду быть наследником после него и вверял ему все дела, потому что воспитание наследника как раз предполагает, что его постепенно вводят в будущие обязанности. Давид клялся и говорил, «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе, пусть не знает о том Иенофан, чтобы не огорчился, но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». Давид здесь уточняет, он говорит, что, может быть, отец понимает, что ты ко мне по-прежнему хорошо относишься, и он от тебя скрывает то, что он реально решил делать по отношению ко мне. «И сказал Иенофан Давиду, «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». То есть Иенофан готов поддержать Давида, и если Давид весь в смущении, в смятении, Иенофан готов принять эти условия. «И сказал Давид Иенофану, вот завтра новомесячья, то есть большой праздник, я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня». До вечера третьего дня имеется в виду такое расстояние, которое преодолеть будет не так легко, если за Давидом будет погоня. Почему Иенофан мог отпустить Давида или не отпустить? Скорее всего, это связано с его обязанностями, которые он осуществлял при дворе. «Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город, в Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою». Имеется в виду завет дружбы, который был заключен между Давидом и Иенофаном. «И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» Здесь Давид еще не понимает до конца, насколько Иенофан предан ему. И он допускает такое развитие событий, что если Саул потребует привести Давида, то Иенофан это сделает. И как некое снисхождение для себя, он просит «Лучше ты меня умертвее, чем ты меня потащишь к своему отцу». И сказал Иенофан, «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю, наверное, то есть точно, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» «И сказал Давид Иенофану, «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иенофан Давиду, «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. Выход в поле означает, что здесь они точно находятся наедине, и они могут как бы сговориться, как Давид узнает о том, с каким чувством Саул относится к нему. Если этого нельзя будет сделать открыто, так чтобы Иенофан сам пришел к нему и все бы это рассказал. Святитель Иоанн Златоуст, это его комментарий на послании Галатам, пишет, «Здесь некоторые нападают на нас, говоря, что апостол разделяет человека на два, представляя его как бы составленным из противоположных природ и показывая борьбу тела с душою». Но это не так, потому что плотью он называет здесь не тело. Если он говорит о теле, то какой смысл имеет следующие слова? «Плоть желает, — говорит он, — противного духу. Но ведь тело принадлежит не к движущим вещам, а к движимым, не к действующим, а к действуемым». Как же в таком случае он желает? Это желание, конечно, принадлежит душе, а не плоти. Да и в другом месте говорится, «Истомилась душа моя, и чего желает душа твоя, сделаю для тебя». Эти слова, которые говорит Иенофан Давиду. Как же, Павел говорит, «Плоть желает противного духу?» Плоть — это то, что он обычно называет не телесную природу, а злую волю. Например, когда говорит, «Но вы не по плоти живете, но по духу». Святитель Иоанн Златоуст здесь отвечает на вопрос, что иногда действительно вот этот термин «плоть» означает именно злое плотское намерение, а не само как бы человеческое тело. А в данном случае вот эта фраза «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя», слова, сказанные Иенофаном, имеется в виду, «Чего желает твое доброе намерение». Похоже, что древние как раз злое намерение называли плотским, а доброе намерение называли духовным. И таким образом мы видим, что Иенофан без сомнения во всем доверяет Давиду. Он считает Давида добрым и порядочным человеком. И его намерение, понимание Иенофана, это намерение его души. То есть он живет интересами души, то есть интересами будущей вечной жизни, а не спроецировал все свои интересы только на преимущества этой временной жизни. Итак, они оба вышли в поле. Далее рассказывается о том, какой замысел Иенофана, как он должен раскрыть намерение Саула для Давида, если он в ближайшее время не сможет с ним встретиться, что называется, непосредственно. «И сказал Иенофан Давиду, жив Господь, Бог Израилев». Что означает эта фраза? «Жив Господь, Бог Израилев». Эта фраза означает, что он как бы призывает Господа, вечно живого и вездесущего, во свидетели, что то, что он будет говорить, он постарается все это исполнить. «Я завтра, около этого времени, или послезавтра, выпутаю у отца моего, и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, пусть то и то сделает Господь Саунафаном и еще больше сделает». Вот эта фраза «то и то сделает Господь Саунафаном» имеется в виду, что Господь тогда может наказать его любым способом. «Если же Отец Мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом Моим». Вот Инофан понимает, что Господь отошел от его отца, хотя когда-то он был с ним, а теперь Господь с Давидом. «Но и ты, — говорит Инофан, — если я буду еще жив, окажи мне милость Господню, а если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, то есть от моих детей, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Инофан завет с домом Давида и сказал, «Да взыщет Господь с врагов Давида, и снова Инофан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу». Вот если бы было сказано, как свою плоть, тогда бы речь шла бы о какой-то плохой любви. А если сказано, как свою душу, то значит, он любил Давида самой возвышенной любовью. «И сказал ему Инофан, завтра новомесячье и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято». То есть каждый имел свое место, куда никто не имел права сесть, кроме того, для кого оно предназначалось. «Поэтому на третий день ты спустися и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сидя у камня Азель, а я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря, пойди, найди стрелы, и если я скажу отрока, вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же, так скажу отрока, вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мной и тобою вовеки». Что означает слово отрок? Отрок – это оруженосец. И отрок – это не обязательно мальчик. Отроком в Библии называется всякий человек, который не создал еще свою семью. Так в книге Бытия вполне взрослый Измайл называется отроком, потому что имеется в виду, что тогда он еще не создал свою семью, потому что настоящий мужчина, муж – это человек, который имеет жену. Ибо слово «муж» по-еврейски – «иш», а жена – «иша». То есть она производная от слова «муж». «Если же, так скажу, отроку, вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мной и тобой вовеки. И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячье, и сел царь обедать. «Царь сел на своем месте по обычаю на седалище у стены, и Нафан встал, и Авенир сел подле Саула, место же Давида осталось праздным». Итак, здесь говорится о том, что каждый имел свое место, и каждый должен относиться к тому месту, которое он занимает в церковное общение очень почтительно. То есть любое послушание – это доверие, которое оказывается нам. И давайте посмотрим, как Амбросий Медиаланский толкует слова и сказал «И Нафан Давиду я выпытаю у отца моего». Это его работа об обязанностях священнослужителей. Амбросий Медиаланский здесь пишет. «Доброжелательство связано со щедростью, ибо щедрость действительно берет в нем начало, так как привычка давать следует за желанием давать». Она существует отдельно, ведь где не хватает щедрости, там пребывает доброжелательство. Общий родитель всего, основывающий и скрепляющий дружеские связи, в советах верных, в удачах радостной, в огорчениях печальной. И бывает так, что человек вверяет себя в совету доброжелательного человека скорее, нежели мудрому, как в случае Давида, ведь он, будучи более дальновидным, согласился с советами Инофана, который был моложе. Святитель Амбросий Медиаланский выводит такой урок из этого текста. Если Инофан был моложе Давида, а это очевидно, но Давид, будучи более мудрым, чем Инофан, он прислушивается к советам Инофана. И тем самым мы выучиваем этот урок, когда понимаем, что каждый человек, и тот, кто младше нас, и по положению, и по возрасту, если он дает цельный совет, мы должны прислушаться, а не пренебрегать его юностью. Как апостол Павел писал в посланиях к юному епископу Тимофею, «Никто, да, не пренебрегает юностью твоей». И далее мы читаем о том, как Инофан помогает Давиду уйти, потому что была угроза, что царь Саул захочет его погубить. «И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не чист, не очистился». То есть в первый день праздника Давида не было, Саул решил, что может быть у него какое-то сквернение, там ночное сквернение, ему надо очищаться. «Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Инофану, почему сын Исеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» Он спрашивает сына Фана, прежде всего, потому что он понимает, что Инофан и Давид, они друзья. конечно, в его сердце ревность к Давиду, что он так завладел сердцем его сына Инофана, но это та реальность, с которой он приходится мириться. И он поэтому спрашивает у Инофана, как близкого человека к Давиду. И отвечал Инофан Саулу, то есть отцу своему, «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил, отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение. И мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями, поэтому он и не пришел к обеду царя». Тогда сильно разгневался Саул Инофана и сказал ему, «Сын негодный и непокорный». Вот здесь его ревность к Давиду, она как бы проявляется. «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иесеевым на срам себе и на срам матери своей?» А в чем заключается срам, что Инофан подружился с Давидом? Здесь может быть намек на какие-то плотские отношения, грубые плотские отношения. Обычно нечестивые люди, они всех видят в нечестивом виде. Им буквально свойственно всех представлять в состоянии нечестия, потому что другого объяснения быть не может. почему он говорит, «Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иесеевым на срам себе и на срам матери твоей?» «Ибо во все дни, доколе сын Иесеев будет жить на земле, не устроишь ни ты, ни царство твое, теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». Вот эту ситуацию Давид уже как бы представлял, когда он говорил Инофану, «Вот если тебе скажут, чтобы ты привел меня к царю, лучше ты меня убей, чем я пострадаю от рук самого царя, помазанника Божия». И отвечал Инофан Саулу, отцу своему, и сказал ему, «За что умершлять его? Что он сделал?» «Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его, и Инофан понял, что отец его решился убить Давида». Здесь мы видим, как злой дух побуждает Саула совершать даже покушение на собственного сына, наследника. Настолько вот злость, она развратила этого человека, буквально исказила все человеческое в нем. так что он уже готов не пощадить и собственного сына. «И встал Инофан из-за стола в великом гневе». Это оскорбление ему, он наследник, у него царь бросает копье. А за что? Он ничего плохого не сделал. «И не обедал во второй день Новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его». То есть Инофан оскорбился не только за себя, но и за своего друга Давида. Это свойственно высоким натурам оскорбляться не только за себя, а из-за других людей, если мы чувствуем несправедливость по отношению к ним. «На другой день утром вышел Инофан в поле во время, которое назначил Давиду и малый отрок с ним». Ну, в данном случае мы действительно видим, что он взял с собой не взрослого оруженосца, которого тоже можно было бы назвать отроком, а малого отрока, то есть мальчика. Хотя слово «отрок» означает, как я уже сказал, человека, который не создал семью и таковы, может быть, даже сорокалетней. «И сказал он отроку «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы, так что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Инофан пускал стрелы, и закричал Инофан вслед отроку и сказал «Смотри, стрела впереди тебя».» Почему надо вот так шифроваться? Потому что у Инофана и у Давида могли быть подозрения, что Саул уже не доверяет Инофану, и он посылает Саглядатаев следить за ним. «И опять кричал Инофан вслед отроку «Скорей, беги, не останавливайся!» И собрал отрок Инофана в стрелы и пришел к своему господину. В каком смысле Инофан мог быть господином для этого мальчика? Имеется в виду, как царевич, как наследник, он мог претендовать на особое отношение к себе. Но не в том смысле, что этот отрок был его собственностью. Законы о рабах, библейские законы о рабах, они значительно отличаются от того варварского беспредела, по отношению к рабам, который царил в античном Риме и в античной Греции. «Отрок же не знал ничего, только Инофан и Давид знали, в чем дело. И отдал Инофан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему, «Вступай, отнеси в город». Вот здесь мы видим, что как раз этот мальчик выступает в роли оруженосца. «Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился». То есть они нашли такую укромную позицию, где можно разговаривать друг с другом, не опасаясь соглядатаев. «И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал больше». А чему нас может научить это обстоятельство, что Давид плакал больше? Это указание на то, что его сердце было более чуткое, чем сердце Инофана, который мог наследовать что-то от своего отца, что-то такое, что роднило его с ним и не позволяло ему проявлять в полноте нравственные и моральные качества. «И сказал Инофан Давиду, идти с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобой, между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». То есть даже если они не увидятся, Давид позаботится о детях Инофана, то есть он будет соблюдать эту клятву, которую они давали пред Господом, то есть свидетелем является сам Господь. «И встал Давид и пошел, а Инофан возвратился в город свой». Итак, Саул, озлобленный против Давида, пытается убить сына, который защищает своего друга. И вот о высоте их дружеских отношений, это была очень благородная дружба, честная дружба, писал Амвросий Медиаланский в трактате об обязанностях священнослужителей. «Достойна уважения та дружба, которая стремится к честности, и она совершенно ясна предпочтительнее благосостояния, почести и власти. Однако не предпочитать следует честность, а следовать ей». Так было с Инофаном, который ради своей привязанности не избежал ни оскорбления отца, ни риска для жизни. Действительно, Инофан подвергался уже риску для собственной жизни, когда отец в состоянии бесноватости бросил в него копье. Также Амвросий Медиаланский пишет, «И кто бы не полюбил Давида, в виде насколько он дорог своим друзьям? Он искренне любил друзей и считал, что они равно любят его, родители ставили его выше своих сыновей, сыновья предпочитали его родителям, потому Саул был разъярен и пытался поразить копьем своего сына Инофана, что думал, будто для Инофана друг с Давидом имеет большую ценность, чем сыновья уважения и отцовская власть. В этом рассуждении Амвросий Медиаланский касается и проблем с ревностью Саула к Давиду. И он говорит о Давиде и кто бы не полюбил Давида. Действительно, он был удивительный человек, красивый человек во всех отношениях. И дружба с ним возвысила духовные качества качества Инофана. Я уже вам об этом рассказывал. Имя Инофана, как оно пишется до встречи с Давидом, это одно имя. И каким оно становится на языке оригинала в неком расширенном виде, это немножко другое имя, которое свидетельствует о том, что дружба с Давидом возвысила душу Инофана и усовершенствовала его. Дай Бог, чтобы у наших детей были такие друзья, которые не будут снижать их нравственный и моральный уровень, а будут возвышать их нравственные, моральные и духовные качества. Игорь Негода